Сегодня мы продолжаем рассказ о третьей главе, заглавленной задачей механики высокоскоростного транспорта, в которой Анатолий Юницкий останавливается на специфике уточненных исследований с привлечением современных матричных методов расчета упругих систем и на современном же подходе, необходимом при проектировании подвижного состава Skyway. Все это позволило создать такой струнный рельс, изгибная жесткость которого выше изгибной жесткости железнодорожного рельса R75 в отдельных случаях в тысячу и более раз. При выполнении, например, рельса струны в виде фермы струны. Поэтому под колесом Skyway он будет вести себя не как гибкая нить, а как жесткая балка, благодаря чему качение будет плавным и безударным как в середине пролета, так и над опорой. Колесная пара обычного поезда очень тяжелая, ее масса околотонная, подвеска достаточно жесткая. Тем не менее, движение по скоростной железной дороге для пассажиров очень комфортное, без вибраций, шума и, например, значительно комфортнее езды в автобусе. Рельсо-струнная путевая структура спроектирована по тем же нормативам, что и все современные мосты, путепроводы, эстакады, виадуки и другие транспортные сооружения, расположенные на опорах. Поэтому жесткость пути в Skyway аналогична жесткости мостов и путепроводов для скоростных железных дорог. При этом качение колеса подвижного состава является более плавным и тихим, так как его масса невелика от 40 до 60 килограммов. В конце главы рассматривается один из наиболее важных аспектов функционирования Skyway — трибологический, для справки. Трибология — это наука, раздел физики, занимающийся исследованием и описанием контактного взаимодействия твердых деформируемых тел при их относительном перемещении. Областью ее исследований являются процессы трения, изнашивания и смазки. Завершается третья глава монографии глубоким анализом ряда особенностей фрикционного взаимодействия при качении колес по струнной транспортной линии. Так, движение подвижного состава происходит со скоростью, значительно превышающей скорость традиционных видов железнодорожного транспорта. Кроме своего непосредственного назначения — осуществления движения в нужном направлении и передачи тяги, контакт качения конструктивно является токонесущим. Это делает его, на первый взгляд, весьма напряженным. Однако Анатолий Юницкий доказывает, что при достаточно развитой площади контакта наряду с малым весом транспортного модуля SkyWay удельное давление будет во много раз меньше, чем в сопряжении железнодорожное колесо-рельс. Кроме того, большая площадь контакта обеспечит снижение плотности тока до приемлемой величины. Следующая, четвертая глава монографии Анатолия Юницкого — «Струнные транспортные системы на Земле и в космосе», озаглавленная динамическая модель и расчетные оценки параметров движения транспортных модулей по струнной транспортной линии, завершает первую часть этого фундаментального труда, посвященную струнной транспортной системе, и в ней уже сплошная чистая наука. Дабы не уподобиться пушкинскому Сольери, утверждавшему, что он поверил алгеброй и гармонии, только наоборот. Даже не будем пытаться иллюстрировать системы уравнений, описывающие совместное движение струнной транспортной линии подвижного состава. Кто в силах осилить — дерзайте. Мы ни в коем случае не претендуем на сколько-либо полное изложение содержания монографии Анатолия Юницкого — «Струнные транспортные системы на Земле и в космосе», ставя задачей максимум лишь создание своего рода путеводителя, пособия по изучению этого фундаментального труда для серьезно интересующихся SkyWay. Наши последующие выпуски помогут вам лучше ориентироваться во второй части монографии, посвященной общепланетному транспортному средству. Увлекательного вам чтения!